Погружаясь в Арктику, арт-проект под таким названием представляет на пятом фестивале русского географического общества компания «Газпромнефть». В московском парке «Зарядье» побывала наша съемочная группа. Этот мультимедийный стенд – имитация ледяного куба, внутри которого обитатели арктических морских глубин. «Газпромнефть» создала его совместно со студией «Радуга Дизайн». В этом проекте мы постарались вызвать эмоции у человека, которые сравнили с первой встречей с дикой природой Арктики. Также мы старались передать красоту Арктики в ее первозданном виде, так как природа Арктики самобытна и красива сама по себе, без участия человека. Также этот проект – это способ сказать о том, что природа Арктики очень сильна и в то же время очень хрупка, и поэтому человек должен относиться к ней очень бережно и постараться ее сберечь. Над арт-проектом полгода трудилась команда из 15 человек – графические дизайнеры, инженеры, полярники. Программистов консультировали специалисты, которые занимаются изучением и охраной арктических животных. А чтобы превратить готовый программный код в инсталляцию, потребовалось несколько десятков мощных видеокарт и почти неделя непрерывной работы целого компьютерного кластера. Она поразила нас своей реалистичностью, когда смотришь на нарвала, который выныривает из ледяных глубин, причем показана очень хорошо толщина льда, как разрываются льдины. Выглядит очень потрясающе. Эта инсталляция, этот куб – один из важнейших объектов нашей экспозиции вообще. Я такое, честно говоря, вижу сам впервые, применительно к нашим редким морским млекопитающим, к редким видам арктическим. Та конструкция, которая была создана, она дает возможность всем желающим увидеть вот этих вот редких зверей, о которых, можно сказать, только легенды ходят. Морской единорог – действительно легендарное животное. Чтобы приоткрыть завесу тайны и изучить краснокнижного нарвала, «Газпромнефть» и «РГО» провели несколько экспедиций. И это лишь один из совместных экологических проектов. Бережное отношение к природе – базовый принцип компании. А когда речь идет о хрупкой арктической экосистеме, он актуален вдвойне. Потому что мы любим Арктику. Мы уже давно работаем там. Огромное количество сотрудников наших коллег живет в Арктике. Мы ее очень хорошо знаем. И за эти годы, в течение которых мы самые высокотехнологичные, самые амбициозные проекты реализовали именно так, мы успели влюбиться в нее, понять ее. Выставка в «Заряде» продлится до 28 августа. Она дает возможность еще раз убедиться, насколько многогранна наша страна и совершить интересное виртуальное путешествие.